Здравствуйте, еще раз. Я Меркулова Инна Геннадьевна, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук на базе РАН. И, кроме того, у меня достаточно большой опыт работы в загранных структурах в Российском центре науки и культуры в Париже. Вот это одно из представительств Россотрудничества. Сегодня на открытии звучала речь руководителя Леонорова Есенина Митрофановой. Поэтому мой сегодняшний доклад одновременно будет научного характера, и в то же время я постараюсь дать информативный фон, говоря о диалоге культуры, о том, как это работает в определенной стране. И, опять же, как было сказано на открытии, сегодня мы не ограничиваемся только контекстом, собственно, славянских стран, но и говорим о том, как славянские языки и культуры развиваются и поддерживаются в какой-то другой стране. Ну, в данном случае вот я буду опираться на опыт Франции. Значит, я представлю опыт диалога культур на примере деятельности культурных центров разных стран, которые входят в такую организацию под названием «Форум иностранных культурных институтов Парижа», сокращенно ФИСЭ. Вот его брошюра существует уже 15 лет, и в него входят многие иностранные культурные центры, включая Российский центр, и включая центры стран Восточной Европы. Это Сербия, Болгария, Польша и так далее. И вот деятельность таких диалоговых площадок, я ее буду анализировать с точки зрения современной семиотики, то есть науки о значении и знаковых системах жизни общества. И особое внимание я постараюсь уделить предложенному нашим замечательным ученым Юрием Михайловичем Лотманом понятию семиосферы. То есть это процесс взаимовлияния между центром и периферией культурных систем, нормализации и ассимиляции новых незнакомых элементов. Итак, организация ФИСЭ – Форум иностранных культурных институтов Парижа. Это 53 культурных центра стран Европы, Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока. Организация была создана 15 лет назад и в 2002 году в Париже состоялось ее открытие и она имеет свою программу совместных ежегодных культурных акций. Как вы знаете, за последние годы по французскому контексте на этой территории произошло, к сожалению, несколько крупных терактов и много непростых проблем и забастовок даже в настоящий момент. И в этом непростом контексте роль иностранных культурных институтов, как российский культурный центр, как сербский институт, как болгарский, как институты других стран Европы, Сервантеса, институт Гёте, рассматривалась как роль центров поддержки культурного разнообразия. И вот эта роль значительно возросла, если мы говорим о контексте толерантности, развития толерантности, воспитания толерантности. По словам нашего бывшего министра культуры и бывшего посла России во Франции, а ныне посла в Ватикане Александра Авдеева, лишь на основе культуры может быть достигнуто истинное самовыражение каждого народа и лишь на основе культуры может быть достигнут диалог между разными цивилизациями. В этом же ключе рассуждает и выдающийся российский ученый Академик РАН, недавно ушедший от нас, к сожалению, семиозик, лингвист, человек масштаба Леонардо, Вячеслав Всеволодович Иванов, работавший в Институте славяноведения. Он говорит о том, что проблема толерантности или терпимости в отношениях между людьми и группами людей, расовыми, этническими, религиозными, становится все более жгучей и в том, что катастрофа мирового масштаба, угрожающая человечеству в целом, вполне реальна, сомневаться не приходится среди причин исчерпания запасов энергии, демографических кризисов и так далее. И главным препятствием на пути к реальному объединению человечества, необходимому для спасения вида, является неуклонное и быстрое нарастание религиозных, этнических и других различий между странами и группами. В той мере, в которой науки антропологического цикла, в данном случае я скажу о семиотике, могут повлиять на уменьшение этих тенденций, их практическая роль может оказаться значительной. Чем занимается вот этот форум иностранных культурных институтов Парижа? Он проводит не просто точечные акции, какие-то встречи, какие-то конференции, он проводит циклы. И в данном случае, действительно, я наблюдаю определенное сходство тенденций, такого мышления сверху, скажем так, в такой взгляд, когда смотрю на то, что организует Центр славянской культуры здесь, когда вы организуете недели и месяцы той или иной культуры. ФИСЭП организует прежде всего неделю иностранных культур, когда все иностранные культурные центры, и обычно это происходит в сентябре, проводят мероприятия под определенной тематикой. И таким образом человек, который интересуется другими странами, другими языками, в течение недели, они позиционируют, как путешествие по миру с помощью билетика на метро. То есть вы можете объехать 15 культурных центров и посмотреть, например, как тема театра или кино в каждом центре представлена в течение недели. Вот как бы такое объединение усилий в культурной области. Это «Ночь зарубежной литературы». Проводится она в мае, и инициатором ее выступил Чешский культурный центр. Это «Неделя иностранного кино». То же самое проводится в марте по инициативе Люксембургского культурного центра. И еще также концертный цикл, тоже уже больше 10 лет существует такой фестиваль, джазовый фестиваль, называется «Цвета джаза». И вот идея эта была придумана сербским культурным центром. Сначала это было отдельное мероприятие, а теперь оно вошло вот в программу этого форума. И, соответственно, каждый год все больше и больше разных культурных центров присоединяются к нему, приглашают своих джазовых артистов. И, соответственно, вот опять же зритель, слушатель может посетить, да и увидеть, как джаз на разных площадках, в разных культурных ареалах представлен в течение недели или месяца. Итак, все эти культурные центры позиционируются как культурно-образовательные площадки для обсуждения вызовов современного мира. Можно сказать, что происходит такой межкультурный диалог на практике, и нельзя не согласиться с утверждением, что если в XVIII-XIX веках существовал по тем временам широкий диалог между, например, русской и западной культурами, то на нынешнем историческом этапе в условиях прагматики, в условиях конкуренции и в зависимости от каналов коммуникации сама перспектива реализации общемирового диалога открывается в первую очередь через такие площадки, через международные сети культурного сотрудничества, а также в партнерстве с ЮНЕСКО и различными НКО. Форум иностранных культурных центров ФИСЭП опирается на развитие гуманитарной диалоговой составляющей международного сотрудничества, опирая свои деятельности на принципы, разработанные ЮНЕСКО. Именно ЮНЕСКО рассматривает культуру как совокупность ярко выраженных черт духовных и материальных, интеллектуальных и экономических, характеризующих общество и социальную группу, и охватывающих помимо искусства и литературы образа жизни «Основные права человека. Систему ценностей, традиций и взгляды». Это я цитирую материалы Всемирной конференции по политике в области культуры, один из программных документов ЮНЕСКО 1984 года. ЮНЕСКО выпустило несколько мировых научных догладов по культуре и создало важный международно-правовой инструментарий, который соответствует, в общем, вызовам глобального процесса сегодняшнего дня «Сближение национальных культур и ценностей». Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии 2001 года и в дальнейшем Международная конвенция об охране культурного и нематериалного наследия 2003 года, Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения 2005 года, все это заложило основу переосмысления культурно-цивилизационных связей в современном мире на стыке тысячелетий. В целом, подход к сфере развития, в рамках которого культура была заявлена предыдущим руководством ЮНЕСКО, я говорю об Ирине Боковой, последние 8 лет, и поддержана нынешним руководством гендиректором Одри Азули, все это было сформулировано в таком выражении, как новый гуманизм, такое понятие, формирование которого проходит через культурное разнообразие и диалог между культурами, и в котором происходит примирение глобального и локального, посредством которого мы заново учимся по строению мира. Здесь хочу показать еще рабочее резюме доклада ЮНЕСКО «Инвестирование в культурное разнообразие и диалог между культурами», издан на основных рабочих языках ЮНЕСКО, полный доклад, это рабочее резюме на русском. Кстати, все документы обязательно переводятся на русский язык, все, что публикуется этой организацией. И вот согласно этому всемирному докладу можно сказать, что культурное разнообразие стало одним из основных актуальных вопросов на заре XXI века. Но рассматривают его, разумеется, по-разному. Одни рассматривают культурное разнообразие как, по своей сути, позитивное, в той степени, в которой оно подразумевает совместное использование богатств всех культур, наличие взаимосвязей, которые объединяют нас в процессе обмена. Другие считают, что культурные различия затмевают то общее, что присуще человечеству, являясь в силу этого причиной многочисленных конфликтов. И именно этот вывод обретает все большее правдоподобие сегодня, поскольку глобализация увеличивает число точек взаимодействия и трения между культурами, претензии, замкнутость, в том числе религиозного характера, все это становится источником конфликтов. И в связи с этим существенно важная задача и проблема состоит в том, чтобы сформулировать ценностное видение культурного разнообразия, благодаря чему способствует действиям международного сообщества. И вот с целью анализа эффективности такого подхода мне бы хотелось привести несколько примеров мероприятий культурного центра, в данном случае российского, поскольку участвовала в организации этих мероприятий, как увидела изнутри, но тех мероприятий, которые происходили в сотрудничестве с другими иностранными культурными центрами в рамках вот таких акций ФИСЭ. И хотела бы я представить эти мероприятия, так скажем, научно с точки зрения семиотики. Значит, центральное понятие семиотики XXI века – это предложенный Юрием Михайловичем Лотманом, основателем, одним из основателей Московско-Тартусской школы, концепт семиосферы. По аналогии с ноосферой Вернадского, сферой разума, и в частности в таких работах Лотмана, как «Семиосфера» и «Культура и взрыв». Семиосфера, или сфера знаков культуры определенного общества, устроена по следующему принципу. В центре находятся характерные, простите, и родные для данной культуры элементы. На периферии – чужие и непредсказуемые. Между центром и периферией есть взаимовлияние, взаимообмен, благодаря чему чужеродные элементы перемещаются в центр, ассимилируются и в конце концов сами становятся нормой для данной культуры. И это применимо как к функционированию языка, заимствования, так и к общественным и социальным явлениям – миграции. В последнее время семиотика как наука стала все более востребованной в практическом измерении в таких сферах, как реклама, пиар, масс-медиа и информационное воздействие. В поле деятельности законов семиосферы находится понятие, весьма популярное в последние годы, мягкой силы. То есть принцип семиосферы объясняет, почему культурное и гуманитарное присутствие данной страны, периферийного элемента семиосферы, способно побудить ее иностранного соседа, центр семиосферы, к сознательной и добровольной поддержке ее действий, как интересных прежде всего для себя самого. И концепции российской семиотической школы Лотман, и некоторые понятия французской европейской семиотической школы Гримас-Фонтани, такие как семиотика страстей, семиотические практики, поведенческие модели, поведение человека в заданном культурном контексте. Все это помогает понять, как создать оптимальные условия работы международных культурно-образовательных диалоговых площадок, то есть культурных центров. И в этой связи методы современной семиотики смогут оказаться полезными для выстраивания гуманитарного сотрудничества и межкультурного диалога. Семиотика как наука применима в поле деятельности крупных международных культурных организаций. И я бы не смогла не процитировать тот факт, что в прошлом году, в 2017, в 100-летие основателей европейской семиотики Гримаса проводилось именно на площадке ЮНЕСКО. Именно потому, что несомненность наступающей европейской глобализации требует осмысления и описания типологии семиотетнических кодов для общего понимания не только языковых структур, но и поведенческих моделей. В процессе интеграции России в мировое сообщество культура играет роль одного из самых мощных факторов. Позиции авторитет России в мире определяются не только ее политически-экономическим весом, но и культурным достоянием народов российского государства. Система культурных центров определенной страны, в данном случае российских, это многокомпонентный инструмент воздействия на мировое общественное мнение, шанс налаживания системной работы, объединения потенциала языка, культуры, многонациональных традиций. Примеры, несколько примеров акции российского центра, которые реализуют механизм семиосферы и принципы межкультурного диалога, это мероприятия, которые проводились в последние годы в образовательной и научной области. Это существующий форум ректоров гуманитарных вузов с 2009 года, и как результат это подписание определенного количества соглашений между нашими странами по взаимному признанию дипломов. Это вклад России в провозглашенный ООН, Международное госближение культу, 2010 российско-французский детский форум в Авеньоне. Это выставка «Окно в Россию», это ежегодная литературная премия «Русофония», которая присуждается за лучший перевод с русского языка на французский и проводится вот уже почти 10 лет. И я бы хотела, завершая, остановиться на конкретном примере, который иллюстрирует лингвистический и семиотический подход к публичной дипломатии и межкультурному диалогу в российско-французском контексте. Существует уже много лет такой образовательный лингвистический салон, он называется «Экспо-Ланг», то есть «Экспо-языки», и вот он тоже такая уникальная площадка, которая объединяет основные европейские языки. Проводится он в январе и феврале, и каждый год выбирается страна-почетный гость. В один год почетным гостем была Германия, в другой год, допустим, Польша, Болгария. И вот однажды, в 2007 году, таким почетным гостем стала Российская Федерация, и, соответственно, все афиши были сделаны, естественно, не случайно, а ставился акцент на наши наиболее сильные позиции. В данном случае это был «Космос», и главный девиз был выбран «Русский язык», поскольку салон лингвистический посвящен русскому языку, русский язык – первый язык общения в космосе. Что здесь касается лингвистического такого момента, может быть, не очень хорошо видно, «Люхюс» – русский. Вот сейчас очень много с этим играет, но поскольку это было уже почти 10 лет назад, вот первая буква «Р» латинская, она, в общем, эквивалентна нашему перевернутому «Я». И вот здесь как бы первое, как будто бы это «Я» по-русски, такая вот игра между «Р» и «Я». То есть в данном случае визуально русский язык, он присутствует на первом плане, и иностранный посетитель этого салона еще даже не переступая порог, только видя афишу, он уже понимает, что его приглашают в совершенно другой культурный мир, в другую систему письма, в другой ареал, и вот как бы уже его интерес таким образом здесь ангажируется. И в заключение хотелось бы сказать, что реализация межкультурного диалога на практике через мероприятие Национального культурного центра в конкретной стране доказывает, что именно культура служит стратегическим потенциалом для сохранения традиционных культурных идентичностей при максимальной интеграции в мировые культурные потоки. А от успешного решения этой задачи во многом зависит укрепление международного авторитета любой страны, в данном случае России в мире. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы? Ну, если есть некоторые комментарии... Да, пожалуйста. То, что озвученная вами такая программа русского культурного центра в Париже, она... Ну, как пример, да. Да. Я имею в виду саму идеологию, правильно сказать, целеполагания этого центра, оно перекликается с целеполаганием нашего центра, да, центра савинских культур. Ну, я бы сказала, что здесь даже вот какая-то общая линия, да, культурных центров, которые выстраивают, да, свои действия в соответствии с тем, как они представляют, как они должны продвигать. Прошу прощения. То есть, я просто хотел отметить, действительно, вот эту общность целей, да, как бы наладить диалог между народами, между странами через культуру, вопреки вот этим каким-то политическим разделяющим моментам. Вот это очень важная на самом деле цель, и спасибо вам огромное за доклад, и за вашу деятельность во Франции, потому что действительно новый гуманизм, как вы тут озвучили этот концепт, он необходим сейчас нашему обществу, которое, к сожалению, все более и более как-то агрессию некоторую проявляет к людям, или так чужим, вот, и кризис гуманизма, который был зафиксирован еще почти уже, да, сколько-либо лет прошло с Второй мировой войны, а он все никак не преодолен до конца, этот кризис, и было очень здорово, что наши культурные центры разных советских народов, они пытаются вот этот вот диалог выстроить и вновь людей сделать чуть-чуть человечнее и научить понимать друг друга, это очень здорово. Спасибо, если разрешите, я еще добавлю, что, собственно, есть еще, ну, как сказать, продолжение, что ли, уже в жизни, да, потому что любой культурный центр или форум, это все-таки площадка, да, она выходит за рамки, она может организовывать свои мероприятия, ну, как бы в сотрудничестве, да, допустим, с той же библиотекой и так далее, но еще она, на мой взгляд, должна вот как бы идти в мир, да, в широкий мир, выходить и сотрудничать и со школами, и с университетами, и вот, ну, как продолжение вот деятельности такой российско-французской уже здесь, в России, я бы назвала вот тоже то, что мы сделали недавно, вот, я, собственно, этим занималась, проектом в интернете есть видео, можете посмотреть, называется оно «Профессор Мирей», может быть, не все слышали, что великая и очень любимая в нашей стране певица французская Мирей Матье вот в сентябре получила звание почетного профессора в сфере культуры Государственного Академического Университета Гуманитарных Наук, да, в Академии Наук, она прочитала лекцию, что для нее было необычно, вот, и была награждена, вот, стала профессором за вот весь тот вклад, который она вносит, в общем, через музыку, сближая культуру, вот, мне кажется, это тоже такой важный, ну, шаг, который может сделать университет, да, или Академия Наук тоже в рамках сближения культуры с помощью своих каких-то инструментов, ну, а для студентов, как вы понимаете, это тоже незабываемая, незабываемый момент, когда такой профессор необычный, ну, просто как пример. Вот у меня, может, такой достаточно общий вопрос, насколько, по Вашему мнению, сейчас французы, вот именно не специалисты, которые там учатся на русистов и так далее, вот, а, ну, как у нас обычные посетители приходят, насколько вот много людей интересуются русской культурой и изучением языка, вот просто для себя. Да, да, исходя из моего опыта работы там, могу сказать, что как раз вот в последние годы интерес со стороны даже больше не специалистов, то есть специалисты, да, русисты, словисты, которые там хотят читать Достоевского в оригинале и так далее, это, ну, как бы, само по себе, да, разумеется, это университетский определенный путь и так далее, а вот сегодняшнее молодое поколение, это прикладные цели. Хорошо это или плохо, ну, можно по-разному относиться, но это реальность, то есть это изучать русский язык, чтобы, там, открыть совместное предприятие, там, допустим, или чтобы найти какие-то свои корни, там, своих предков, и, опять же, на этом, да, какой-то оригинальный проект, то есть вот сегодняшнее поколение, оно, в данном случае, оно очень прагматично изучает русский язык, с какими-то очень, я не скажу выгодой, но конкретной, вот, на короткую даже перспективу, не на очень длинную, а вот я изучаю русский язык, потому что это мне даст то-то, 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 экономически и так далее. И мне кажется, об этом нельзя забывать, и в этом плане важна также вот, вот, на таких площадках, как культурные центры, это роль, это цифровая среда, это продвижение через соцсети и так далее, вот это повышает интерес культуры и к языку, вот как-то там. То, чем я занимаюсь. Ну да. Вот, а вот в связи с тем, что вы сейчас сказали, русскую молодёжь вы, скорее, оцениваете тоже, как вот практически изучающую, ну, другие языки культуры, или у нас больше такое ещё осталось? Ну, здесь сложно немножко мне ответить в том плане, что какая русская молодёжь, если это диаспора, если это диаспора, которая живёт в другой стране, то там тоже много, много моментов, да, это момент, с одной стороны, интеграции в культуру той страны, где они живут при сохранении своей идентичности и своих корней, и это вписывается в сегодняшний такой, я бы сказала, западный, может быть, подход, что не забывать, да, о том, кто я, откуда я, и это не недостаток, а это достоинство, да, у меня есть мой язык, да, который я могу применить на высоком уровне, это какое-то, я не знаю, место там в компании получить, потому что я знаю три языка, один из которых мой, там, язык моей мамы, моего папы, да, они об этом тоже думают, прагматика здесь присутствует, ну, я бы сказала, что, ну, это реалия, и её нужно оценивать адекватно, скажем так, что касается изучения нашей молодёжи славянских языков, ну, здесь, я думаю, вы больше не знаете, да. Да, ну, вот опять же, моё мнение, вот я работаю больше двух месяцев уже, по-моему, очень много людей, которые изучают, ну, понятно, для чего, для себя, или для целей, которые, ну, нельзя сказать, прагматичные, допустим, там, какие-то там друзья учат и хочется что-нибудь в какую-то компанию рулиться, вот, или там много каких-нибудь, допустим, людей, увлекающихся чечешским, стало вокруг, стало интересно самому, там, понимать, как напить название и так далее. Ну, на самом деле здесь очень много факторов, которые, вот, как кнопочка могут, как сказать, запустить процесс, это какой-то фильм, это какой-то даже сериал, да, и вы, раз, интересуетесь определенной культурой, это вот все инструменты такие, которые воздействуют на целый срез, да, поколения, а потом человек, да, иногда и не может объяснить, вот, мне просто понравился вот этот фильм, он, я хочу говорить на этом языке, такое тоже бывает. Спасибо.